Первый объект – детский садик в селе Закуцком. Этому зданию 40 лет, но сейчас уже так не скажешь. И работники, и родители воспитанников в один голос говорят. Их детский садик будто заново родился. Его построили. Ну, люди такие. Они старались. Какой же он получился? Красивый. И еще какой? И теплый. Практически построили заново. Заменена кровля, отопление, оборудован новый пищеблок и комната медсестры. Стены, полы – тоже все новое. Посмотрите, нас здесь встречают солнечные зайчики. А давайте мы с ними поиграем. Давайте мы их на своих ладошках поймаем. Но вам здание не хватало волшебства. Роль чего-то сказочного отлично могла выполнить сенсорная комната. Но в смету капремонта ее включить, к сожалению, не удалось. На помощь пришел фонд «Поколение» Андрея Скотча. Как только у нас начался ремонт в детском саду, мы сразу же написали письмо Скотчу Андрею Владимировичу. Он откликнулся на нашу просьбу. И нам выделены были денежные средства, на которые мы закупили оборудование в нашу сенсорную комнату. Эта комната – как волшебная сказка для наших детей. Во-первых, конечно же, это очень полезная комната для адаптации детей к детскому саду. Очень полезная еще для спокойного состояния, для смены настроения. И ремонт, и новые приобретения вдохновили закутчан. На время сотрудники сада сменили профессию. Заведующие воспитатели стали художниками-оформителями. Все рисунки, которые у нас на стенах находятся, мы нарисовали вместе с воспитателями и родителями. А это уже детский сад села Зенина. Здесь тоже отметили долгожданное новоселье. Учреждение разместили в крыле сельской школы. Сад небольшой, всего одна разновозрастная группа. Мне очень нравится мой новый садик. Мне больше всего нравится играть в магазин. Магазин и больница, парковка и парикмахерская. Вся игровая мебель – это тоже часть капитального ремонта. Садик сдан, что называется, под ключ. А в наступившем году в Ведельвском районе капитальный ремонт начнут еще в одном детском саду – в селе Дегтярном. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на Мире Белогоря.